и наконец решил открыть вам правду в принципе с самого начала канал начинался с того что я говорил правду и думаю сейчас будет справедливо рассказать себестоимость китайских тракторов естественно люди которые покупали в Дэнфэнге по четыре тысячи несколько десять лет назад скажем так приходя на такую площадку понимают что блин долбаные торгаши зажравшиеся вообще свиньи именно наваривают плюс 200 процентов на честных людях и сколько же на самом деле стоит такая техника давайте я вам сейчас все на самом деле расскажу какова внимание себестоимость вот такого солица или вот такого ДВшка который есть на площадке сколько наживаются на людях продавцы на площадках когда вы приходите он называет цены там по 6 500 шифинги там 2 850 ужас вообще боль и и я друзья являясь тем самым зажавшимся охреневшим торгашом по мнению наверное комментария вынужден в принципе рассказать правду считайте что меня замочила совесть но да себестоимость действительно себестоимость китайских мини тракторов сколько стоит за сколько можно взять такую ДВшку за сколько можно взять там такого мототрактора или шифинга наверное будем показывать все на шифинге да сейчас вам друзья реально расскажу итак друзья не просто так была такая заставка не случайно действительно такой агрегат себестоимости заводских его запчастей без учета наших за заработок без учетов всего будет стоить и где-то в районе 1200 1300 долларов это плюс-минус но действительно это так он не стоит 2800 он будет стоить у вас когда мы вам его привезем в реальности он стоит ну вы считаете раза меньше в чем секрет в чем подвох вообще что же мы такие это сволочь на самом-то деле читал друзья недавно коммент и увидел что человек писал что у него есть реальные прайсы какие-то там якобы которых вот такие цены вот и типа мы вот такие вот барыги прям наживаемся я друзья вам скажу так что такая цена которая тут написано видео и которая озвучена была на самом деле такая цена существует на самом деле его чисто комплектующий если посчитать двигатель коров трансмиссию все его узлы столько же и стоит в китае и есть вариант прекрасный вариант заказать его и привезти самому с китая и сколько же выйдет вам он в цене если отбросить всех барыг торгашей и алкашей и прочих вот хреновых людей по вашему мнению да которые вот на вас наживаются и собственно говоря заказать ему самому это тоже я знаю это же вам с удовольствием друзья сейчас расскажу очень длинная в общем друзья через что что придется сделать да ну понятно что придется доставить такой трактор и понятно что алиэкспресс вам в этом навряд ли поможет потому что все таки это единица заводская и в чем еще нюанс есть очень длинная цепочка если вы купите коробку на одном заводе где делают допустим примеру коробки внутренние все части на другом заводе китайском где это все собирается на третьем заводе китайском где там допустим доставляются другие комплектующие это эти все трактора будь то шифинг будь то дангфэнг будь то там любой другой по большому счету не являются продуктом одного завода от а до я то есть если мы берем вот такого дангфэнг и понимаем что тут вот все знают кемовский мотор кем это кентавр это абсолютно другого бренда понимаем что на одном заводе делается дивизия заготавливается большими пачками на другом же заводе это все дело комплектуется со всем остальным то есть трансмиссия то бишь колеса кузовные элементы это и прочее видите донгфэнг естественно уже трансмиссия ледио донфэнг мотор кентавр соответственно соответственно мотор этих заводском своем заводская единица будет стоить столько к примеру 800 долларов но когда этот мотор уже выпадает на завод донфэнг он уже автоматически накидывается в цене и стоит там 900 примерно долларов или 950 и соответственно эта цепочка китайских производств очень длинная и если мы даже к примеру берем такие мототракторы мало кто знает что на самом деле они не производятся на одном предприятии то есть предприятие основное которое выпускает и поставляет уже эти разобраны аппараты они только собирают трансмиссии все заводы все запчасти и шестерни соответственно все токарные работы по изготовления в другом заводе то есть шестерни стоят столько собранные шестерни уже будут стоить столько это та цепочка вы можете купить вообще всего по бултиков и самому собрать заморочиться но вряд ли это будет рационально поэтому скорее всего вы полетите нас уже за готовым изделием и цена уже естественно возрастет и возвращаясь к нашему шрифингу и 7 1200 1400 как я сказал где-то 1500 хороших условных единиц но все равно это намного почти два раза дешевле что же дальше ну естественно эта цена за за опт то есть компании которые привозят в украину технику закупают их как бы оптом поэтому цена идет ниже контейнерами большими морскими контейнерами где влазит по 60 единиц по 30 по 60 зависимость от модели от бренда и габарит размеру если мы говорим про то что вы будете брать одну единицу даже если вы договоритесь с заводом цена будет естественно другая как за розницу и соответственно мы получаем еще каких-то плюс 100 150 единиц на тракторе друзья дальше следующая цепочка событий которая до вас ждет вы можете это сделать вы можете заплатить логистика логистической компании которые возят все по китаю чтобы это дело доставили в порт это будет номер раз деньгасос скажем так дальше вы можете заплатить будете должны будете заплатить китайской таможне чтобы это все растаможилось затаможилось загрузилась в корабль дальше вы пластите за логистику то есть за морские Перевозки от Китая до Украины Это здоровая куча денег, которая пойдет На транспортировку одной единицы А не контейнер, опять же, будет дороже Соответственно, шифинг по приходу В украинский порт уже где-то будет стоить За двушку, и дальше украинское таможенное Естественно, большой налог на ввоз Сейчас большая пошлина И, естественно, мы получим на выходе уже После всех растаможенских Мероприятий Трактор, который, кстати, будет еще и разобран Ну, то есть, будет двигатель, коробка Все, рама, коробка, простите Все остальное будет разобрано Получится вам где-то в три Шифинг будет где-то в три Именно потому, что Это все производится и закупается Оптовиками, компаниями В больших объемах Оно может конкурировать И может быть дешевле Чем те цены, которые я назвал Дешевле, чем три Именно благодаря тем же фирмам-перевозчикам Именно благодаря тем же фирмам Которые привозят Благодаря, опять же, нам Тем людям, кто закупает их В больших объемах Эта техника становится для вас Друзья, дешевле Ну и к самому главному Наверное, к самому Хиповому моменту Естественно, мы имеем на этом заработок Так и, естественно, мы имеем на этом зазор Я вам скажу так В среднем зазор на одной единице Там, к примеру, мототрактора Начинается от 200-250 долларов В зависимости там от модели Если говорить про миники Вот, про такие ДВшки То там чаще всего норма В принципе, 300 долларов И в эту цену уже включается Ваша доставка В эту цену уже включается Простите, а Выключается камера на морозе И не включается В общем, в эту цену входит доставка В эту цену входит сборка В эту цену входит предпродажная подготовка В эту цену входит Также все объемы всех жидкостей Которые залиты в двигатель Смесью в двигатель, то бишь массу В эту цену входит все смазочные материалы Которые применяются при предпродажной подготовке И многое-много Постановка на учет Вот, сертификация Это все Даже за некоторые вещи За постановку на учет, скажем Другие фирмы берут определенные средства Мы этого не делаем Это тоже входит вот в эти 300 долларов Сильно ли мы зажрались И по итогу, сколько мы наживаем на честных крутях Можете судить вот из этих цифр Либо можете все сами проверить, зайти на Алиэкспресс И попробовать привезти, заказать один китайский трактор Если у вас получится это сделать дешевле, чем у нас То мы с радостью, с удовольствием, наверное, с вами даже поработаем И вы будете зарабатывать И вы тоже будете тем самым Злостным брыгой Зажравшимся, которые зарабатывают, друзья На честных людях Я надеюсь, суть этого видео Всем ясна, что вы думаете по этому поводу Пишите свои комментарии И рассказывайте про ваш опыт Если он у вас такого есть По привозу с Китая Дешевой китайской зельхозтехники А еще самое главное, чтобы, да, конечно же Она была хорошей Потому что если это говно, то все-таки оно никому не надо Будь оно и очень дешевое В общем, на эту тему говно Я также снимаю обязательно видео Но чуть попозже, а сейчас всем желаю хорошего дня Всем желаю удачи Это был канал Мони Трактор Кому интересуют цены на китайцев Можете перейти вниз по ссылочкам И там все это дело посмотреть Будьте умными Не верьте необоснованным комментам И просто вот это чепухе, которую чаще всего пишут люди Которые просто придумали себе с головы Откуда-то какую-то цифру И вообще несовместимую с реальностью И несовместимой с жизнью Друзья, еще раз всем желаю удачи Это был канал Мони Трактор Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok